Всем привет! С вами Ян Матвеев и передача «Военное положение». Сегодня расскажу о военных действиях на фронте, обсудим новые поставки оружия Украине, в том числе ракеты, которыми можно атаковать Крым. Посмотрим на текущие цифры потерь и на жуликов, которые требуют убивать еще и еще. Сразу три крутых расследования вышло на этой неделе, о них тоже расскажу. Начнем через пару секунд, но сначала поставьте лайк ролику, это поможет его продвижению. Прежде чем обсудить события на фронте, давайте посмотрим, что произошло буквально сегодня ночью в Белгородской области. Вот тут, в поселке Борисовка, вот собственно Белгород, Борисовка рядом, там загорелось нефтехранилище Борисовского завода мостовых металлоконструкций. Горело очень сильно, долго не могли потушить, только днем уже пожарные справились, жертв нет. Местный губернатор заявил, что всему виной украинский обстрел, а заодно продлил желтый уровень террористической опасности в регионе. Теперь он бессрочный. Война давно уже пришла в Россию, и чем ближе угроза нового путинского наступления, тем больше будет таких пожаров на стратегических объектах и складах. Давайте о наступлении как раз и поговорим. Основные события происходили вокруг Бахмута и Солидара. Путинские части продолжали наступать всю неделю. Давайте посмотрим. К северу от Солидара было захвачено Благодатное, затем вагнеровцы объявили о захвате населенного пункта Сака и Ванцетти, затем они же заявили, что захвачено и Николаевка. Это тоже небольшая там буквально деревня или село, можно сказать. Как вы видите, вагнеровцы продвигаются на север. Вот их общий такой тренд, движение в эту сторону. Они пытаются выйти к Северску. Также сообщали о захвате Белогоровки. Видимо, имеется в виду вот эта Белогоровка. Но эта информация пока не подтверждена. Давайте сместимся южнее, посмотрим, что происходило вокруг Бахмута. Вот буквально подвинем эту же карту. Вот так, наверное, примерно. Вот так. Да, напомню, что украинские войска находятся вот здесь, занимают Красную гору. Но обороняют Бахмут. А что делают вагнеровцы? Помимо того, что они атакуют и Красную гору штурмуют и пытаются зайти с этой стороны, также атакуют Бахмут в лоб. Но наибольших успехов дальше всего они смогли продвинуться по направлению к Часову Яру. Часов Яр вот здесь находится. Сначала они захватили Клещеевку, затем начали двигаться к Ивановскому в этом направлении. А здесь они вышли к небольшому селу Ступочки по направлению Константиновки. Это вот туда дальше. Таким образом, вы видите, они обходят Бахмут с севера. Давайте немного уменьшим масштаб. Возьмем другую карту. Вот такую буквально. И в целом посмотрим, что происходит. Вагнеровцы, другие путинские части, они уже не прорываются на запад. То есть изначально движение было напрямую на запад, на северо-запад. Сейчас они уже пытаются окружить и выдавить ВСУ с позиций в Бахмуте и вокруг Солидара. И вокруг Северска, Солидара вот здесь. Вот смотрите, идет атака сюда. Здесь, возможно, идет атака. Вот так. Вот так. Вот так. Такие фланговые атаки постепенно. Почему вообще так происходит? Ну, во-первых, они пытаются в целом стабилизировать фронт, выровнять его. Ну, условно добиться вот какой-то такой общей линии, выйти на нее. Во-вторых, они остаются в зоне действия своей артиллерии. Ну, вот возьмем сейчас другой цвет. Предположим, артиллерийские позиции, они всегда находятся несколько в тылу. Допустим, вот здесь какая-нибудь не очень дальнобольная артиллерия. И она достреливает там вот сюда, вот этот район может обстрелить, вот этот, вот этот. Они находятся под контролем в каком-то смысле российских орудий. И, естественно, вагнеровцы и другие российские части действуют под прикрытием своей артиллерии. Ну, и в-третьих, им может не хватать техники для того, чтобы совершать дальние прорывы и двигаться дальше. Поэтому вот тактика такая. Прошли вперед, расширили фланги. Когда выровняют фронт, передвинут артиллерию и снабжение вперед и будут пытаться снова прорвать оборону украинцев. Ну, а те, в свою очередь, этому сопротивляются. Давайте посмотрим на другие участки фронта. Например, российская сторона сообщала о контратаке от Кременной. Это вот здесь, возможно, была вот такая атака. Но никаких подтверждений не было, и уж тем более российские войска там явно не продвинулись. А вот в Марьинке, это вот здесь, напомню, продолжаются тяжелые бои за буквально разваленные. Путинские части постепенно занимают то, что раньше было городскими кварталами. Атакующие продвигаются очень медленно, потому что бойцы ВСУ буквально занимают каждый подвал, каждую кучу обломков и сопротивляются изо всех сил. Кроме того, российские войска атаковали Угледар, как вы, наверное, помните, еще на прошлой неделе. Но были остановлены, и к выходным фронт здесь в целом стабилизировался. Аналитики подсчитали, что за январь путинские части смогли захватить еще 600 квадратных километров украинской территории. Это 0,1% от общей оккупированной площади. Для сравнения, в ходе осенних наступлений ВСУ освободили почти 3% своей территории. Ну, вся захваченная территория, она вот приходится на Солидар и его окрестности. Продолжаются и российские обстрелы украинских городов. На этой неделе были атакованы Харьков и Краматорск, многие другие города. Вот это кадры из Харькова, где в разрушенном жилом доме погибла женщина, еще трое жителей получили ранения. А вот это уже Краматорск. Здесь ракета Искандера попала в многоэтажку, нанеся повреждения и домам вокруг. Погибли 4 мирных жителей, 18 были ранены. Как видите, никаких военных объектов рядом нет. Вообще, обе атаки кажутся совершенно неприцельными. В обоих случаях пострадали мирные жилые кварталы. Но не все российские ракеты долетают до Украины. Все чаще они остаются в России. Вот эта крылатая ракета ХА-101 просто упала в Калмыкии и, вероятно, была запущена из акватории Каспийского моря. Упала она прям с боевой частью, которую потом подорвали саперы. А вот еще фото упавшей ХА-101. Давайте я покажу вам его чуть подробнее. Довольно интересно. Вот, посмотрите. Речь идет вот о вот этой вот интересной детали. Аналитики считают, что это такой блок с тепловыми ловушками. Наверняка вы уже много раз видели вот такие кадры. Самолет или вертолет разбрасывают небольшие заряды, которые горят и сбивают с толку зенитные ракеты противника. Вполне возможно, что-то подобное российские ракетчики теперь используют и на ХА-101. Правда, есть подозрение, что все это совершенно неэффективно, нормально работать не будет. А сделано больше для вида и для отчетности, конечно. Российская армия потеряла убитыми и ранеными 200 тысяч человек. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на американский генштаб. Самым кровопролитным сражением стала битва за Бахмут, где уже несколько месяцев идут прям ожесточенные бои. Для взятия города, который российское командование рассматривает как ключ к захвату всего восточного Донбасса, используют плохо обученных новобранцев и бывших заключенных. Последних и вовсе рассматривают как расходный материал. И есть все основания считать эти данные про 200 тысяч правдивыми. Журналисты по открытым источникам установили имена 13 тысяч 30 военных. Только за последнюю неделю появились сообщения о смерти еще 500 воевавших россиян. Более глубокий анализ говорит, что число погибших как минимум вдвое больше. То есть только военных около 30 тысяч погибших. Кроме того, известно как минимум о 6 тысячах погибших из террористических ДНР и ЛНР. Вместе с вагнеровцами и тысячами погибших зэков суммарно наберется больше 40 тысяч. Так что вот если считать с ранеными, российские потери в 200 тысяч выглядят довольно правдоподобно. Сегодня впервые за долгое время произошел обмен военнопленными. 63 человека вернулись в Россию. В состав группы освобожденных российских военнослужащих были включены лица, как выразилось Министерство обороны, чувствительной категории. Их обмен стал возможен при посредничестве руководства Объединенных Арабских Эмиратов. Наверное, это какие-то шпионы или важные коллаборанты. Возможно, об этом станет известно позднее. Но факт остается фактом. За 63 российских военных Украина смогла вернуть 116 своих, почти вдвое больше. Среди них защитники Мариуполя, херсонские партизаны и снайперы даже с бахмутского направления. Украинцев в плену больше, чем россиян. Поэтому такие неравные обмены Украине, конечно, очень кстати. Но современная война – это не только люди, но и огромное количество техники. Россия уже потеряла больше 9000 единиц боевой техники. Среди них 1673 танка и 3114 бронированных машин, среди которых БМП, БМД, БТР, МТЛБ и другие. Уничтожены или захвачены 495 артиллерийских орудий и САУшек. А также 171 реактивная система залпового огня. Сбиты 69 самолетов и 75 вертолетов. В армии Украины к 4 февраля уничтожены 459 танков и 1003 бронированные машины. Потеряны 207 артиллерийских установок и 38 систем залпового огня. Подтверждены потери 58 самолетов и 29 вертолетов. Подготовка к весенним наступлениям идет полным ходом. И Германия решила добавить к современным танкам «Леопард-2» более старый «Леопард-1». Зато сразу 88 штук. Часть из них нуждается в текущем обслуживании. Все-таки танки прекратили производить уже почти 40 лет назад. США одобрили новый пакет войны помощи на 2,2 миллиарда долларов. Он в основном состоит из боеприпасов к ранее поставленным системам, но самое интересное в нем – это высокоточные ракеты GL-SDB. Вот такие. С дальностью действия до 150 километров. Снаряды состоят из двух частей. Ракетного двигателя от снаряда «Хаймарса» и планирующей бомбы малого диаметра. При запуске из установки «Хаймарс» или «МЛРС» снаряд вылетает на большую высоту, 15 и больше километров. Затем бомба отделяется и начинает планировать на цель. За счет этого достигается дальность до 150 километров. А вот как это выглядит на карте. Учитывая текущую линию фронта, ВСУ получит возможность атаковать цели в северной части Крыма, в том числе военную базу в Джанкое. Под ударом вообще вся оккупированная территория Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Все военные склады российские, стоянки, техники, места расположения солдат. Все будут под ударом. Российской армии приходится рассчитывать только на себя. Вот, например, Курганский завод отчитался об отправке первой партии БМП-3 в этом году. Вопросов нет. Это более-менее хорошие машины, современные. Но какие мощности у Курганского завода? Вряд ли он может обеспечить замену всех выбывших боевых машин вот в срок. Каждая новая партия российского оружия, прибывшего на фронт, затягивает войну. А вместе с этим растут жертвы среди мирного населения, конечно. ООН насчитало 7 110 погибших и 11 547 раненых мирных граждан. 2 февраля в Волгограде отмечали 80-летие со дня победы в Сталинградской битве. Действительно историческое событие, настоящий подвиг советской армии, советского народа. Но Путин, как медас наоборот, пачкает все, до чего дотрагивается. И эту дату он тоже превратил в какой-то фарс. Перед приездом Путина город буквально зачистили, вот во всех смыслах. Отмыли тротуары, ветхие здания завесили баннерами, с улиц пропали бродячие собаки и даже губернатор куда-то делся. Думали, что он отсиживается на карантине перед приездом Путина и приедет на парад к нему, но, видимо, не досидел или, может быть, тест сдал неправильный. Центр города перекрыли, интернет и мобильную связь перед приездом Путина решили вообще заглушить, а людей, которые в этот день обычно ходят смотреть парад, даже на соседние улицы не пустили. Сам город накануне торжественно временно переименовали в Сталинград. Вообще это происходит уже не первый год, но теперь на государственном уровне зазвучали прям призывы на совсем его переименовать. Правда, данные официального опроса показывают, даже официального опроса, напомню, показывают, что жители резко против, так что Волгоград останется Волгоградом. Но без Сталина таки не обошлось. В городе установили ему памятник Бюст, причем место для этого выбрали с особым цинизмом, буквально в 120 метрах от памятника жертвам политических репрессий. А на параде по площади промаршировали местные менты в форме войск НКВД, чтобы, видимо, до самых непонятливых дошло, что мы возвращаемся во времена ГУЛАГа. От Путина ждали очередной безумной речи. Ну и он не подвел, конечно. Говорил о нацистах, об агрессии коллективного Запада и о том, что России есть чем ответить, и бронетехникой дело не закончится. Невероятно. Невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками «Леопард», на борту которых кресты. Невероятно, но факт. Танки «Леопард» не состояли на вооружении у вермахта. Вот такой Путин великий историк. Ну, почитал бы хоть. А за те «Леопарды», которые сейчас едут в Украину, путинским солдатам уже обещали прям вознаграждение. Некая компания под названием «Форес» сулит 5 миллионов рублей за каждый подбитый «Леопард» или «Абрамс». Губернатор Забайкалья Александр Осипов оказался чуть скромнее. Он обещал за подбитые танки региональные выплаты до 3 миллионов. Но, правда, дефицит бюджета Забайкальского края сейчас составляет больше 7 миллиардов рублей. Ну, Осипов не растерялся. Он уже сказал в интервью, что, может быть, и жители, и предприниматели будут готовы помочь, все скинутся. Ну, в общем, надо ждать новых поборов. А депутат Госдумы Нина Станина борется с «Леопардами» и «Абрамсами» по-своему. Она предложила снять с продажи детские игрушки с символикой НАТО. Но война – это не игра, а не игрушки. Очень многие жены и матери уже остались без своих мужчин. В Пензе решили им помочь и провели для них мастер-классы по макияжу и фелинотерапии. Ну, офигеть теперь, как говорится. Как будто, если они накрасятся и погладят кошек, это заменит им убитых мужей и сыновей. Тем временем депутаты агитируют за то, чтобы вдов становилось как можно больше. Вот единоросс Максим Иванов предложил забирать в армию безработных, которые встают на учет в центр занятости. Считают, что они будут очень даже рады. А другой депутат, Дмитрий Гусев, предложил снять бронь с айтишников и отправить их служить в кибервойска, чтобы они с мышкой наперевес приближали победу России. О российских депутатах вообще можно сказать много нелестных слов, но надо признать, что некоторые европейские депутаты такого низкого уровня, они тоже хороши. Важной истории на этой неделе выпустили расследование о том, как кремлевские пиарщики годами подкупали западных политиков, чтобы те вносили всякие пророссийские, пропутинские резолюции. Они буквально пытались купить признание аннексии Крыма. Об этом стало известно благодаря утечке из почты Саргиса Мирзоханяна. Вот он на фото, это пиарщик, который в 2014 году был помощником депутата и организовал массовый подкуп европейских политиков, чтобы они признали вот как раз аннексию Крыма. И это всего один пример, а работа велась несколько лет во многих направлениях. В том числе с помощью взяток пытались бороться с антироссийскими санкциями. И когда я говорю антироссийские, надо понимать, что они направлены против вполне конкретных россиян, таких как герои нашего свежего расследования, расследования отдела расследований ФБК. Мы взяли всего трех единороссов, и у каждого из них нашли связи с Западом. Депутат Госдумы Олег Морозов, например, прикупил домик в Черногории. У Морозова в этом доме 320 квадратов, 100 из которых это лофт мансарда, спустившись с которой он сможет поплавать в бассейне. Вокруг одна зелень, горы и море в 10 минутах от дома. В чем плюс? Большой плюс этой ситуации. Очень приятно выйти на террасу, вдохнуть поглубже и пригрозить Польше войной. Первым местом в очереди на деноцификацию. А это Олег Матвейчев, член комитета по противостоянию иностранному влиянию аж. Выдает свою дочь замуж где? В Барселоне. Это тот самый депутат, который называл уехавших россиян иудами и предателями. Или вот Константин Костин, политтехнолог, который когда-то разрабатывал целый план борьбы с Навальным. Видимо, хорошо разработал на целую виллу в Тоскане. Все эти люди записали свои активы на родственников и таким способом избежали санкций. Активы эти не под санкциями. Но наши юристы ведут работу над тем, чтобы справедливость их все-таки настигла. Хочется, чтобы все эти лицемеры повторили судьбу вот Константина Малафеева, основателя телеканала «Царьград». Американский суд разрешил конфисковать у него почти 5,5 миллионов долларов. И эти деньги стали первыми российскими активами, которые перечислили в поддержку Украины. Это очень важный прецедент. И я надеюсь, что награбленные деньги других пропагандистов и коррупционеров скоро отправятся тем же маршрутом. А еще больше я надеюсь, что справедливость настигнет тех, кто прямо сейчас мучает Алексея Навального. На этой неделе мы выпустили очень важный материал, опубликовали имена и личные данные сотрудников колонии, которые пытают Алексея. Мы хотим, чтобы эти люди перестали чувствовать себя в безопасности. Вот такие листовки появляются на домах тюремщиков, чтобы их соседи знали, что рядом с ними живут настоящие садисты. Тем временем у самого Алексея в колонии снова ухудшилось здоровье. Адвокат рассказал, что ему так и не передали нужные лекарства от ОРВИ, и вместо этого давали антибиотики, от которых был один вред. В итоге Алексей потерял 7 килограмм веса, и у него резкие боли в желудке. Это очень серьезно в условиях тюрьмы. И улучшение этих условий не предвидится, потому что его еще на полгода перевели в помещение камерного типа. Это почти как ШИЗО. Место, где человек уж точно не может нормально восстанавливаться и лечиться. А хуже того, что в ПКТ запрещены свидания с родными. У Алексея уже 8 месяцев не было свиданий и не будет еще минимум полгода. Мы запустили международную кампанию за освобождение Алексея. В какой бы стране вы ни жили, заходите на сайт freynavallin.com и присоединяйтесь в свободу Алексею Навальному. Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем. Заявил Зеленский. Но в его словах не только бравада такая для поддержания боевого духа. Оборона Бахмута это вполне рациональное решение. Пока город под контролем ВСУ, российские войска не могут двигаться дальше. В том числе начать крупное наступление на Донбассе, о котором сейчас не говорит только ленивый. Аналитики ждут от российской армии полномасштабной атаки как минимум на Восточном фронте. Вероятно, вот если в общих чертах говорить, она будет выглядеть как три основных удара на севере, в центре и с юга. Цель понятна. Захватить оставшуюся часть Донецкой и Луганской областей. Возможно, часть Запорожской. Те атаки, что мы видим сейчас в Угледаре, в Маринке, в Бахмуте, они такие подготовительные. Чем дольше ВСУ сопротивляются, тем позже и с большими сложностями начнется путинское наступление. А она начнется даже несмотря на общую неготовность армии, о которой говорят многие источники, прямо вот из армии, и пишут разные СМИ. Да, российские части смогли накопить некоторое количество техники. Есть уже более-менее подготовленный резерв в виде мобилизованных. Но и украинские военные на месте не стояли и готовились. Тем более, что с каждым днем все ближе поставки нового западного оружия. Вот дальнобойные ракеты JLSDB еще не поставили, а у Медведева уже бомбануло. Он сегодня дал интервью и дважды прямо сказал, что в случае ударов по Крыму будет жесткий ответ. Но я напомню, что судный день, который Медведев обещал, так и не наступил, хотя и аэродром Саки, и Крымский мост, и другие объекты уже подвергались атакам. Уже и западные страны не ведутся на эти угрозы, и это прямо отлично. Сейчас время играет на руку ВСУ. Они ждут танки, ждут БМП Брэдли и другие, ждут новые ракеты и много чего еще. Так что в ближайшее время я ожидаю от них именно оборонительных действий, а уже потом, когда они подготовятся, будут атаковать. Вот такой была эта неделя на войне. Если вам понравился ролик, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий. Кроме того, напомню про наш Патреон. У военного положения есть новый подписчик, это отлично. Всем жертвователям мы предлагаем задавать вопросы нашей команде. Мы соберем на них ответы и будем озвучивать в конце передачи, показывать карты, картинки, видео. Ну, все вот, чтобы объяснить и прям подробно ответить на ваши вопросы. Ну, конечно, вопросы тоже должны быть достаточно серьезные и связаны с военной тематикой. А я благодарю Владлену Лося, Евгению Лорионову и всю остальную команду. Все красавчики. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok